Свертывание крови Плазменный путь свертывания — это целый каскад биохимических реакций, которые сложно связаны между собой. И особенную сложность представляют обратные связи в этой системе. Всего известно 12 факторов свертывания. Но отсутствие или дефицит даже одного из них может привести к серьезным или даже страшным последствиям. И здесь я покажу вам фотографию эксперимента, который был проведен в гематологическом центре Российской Академии Медицинских Наук. Справа, слева относительно зала, вы видите эксперимент с кровью человека, у которого отсутствует один из факторов свертывания. Его кровь налита тонким слоем в прямоугольную кювету. И один из ее краев намазан, нижний в данном случае, намазан активирующим веществом. Так моделируют, имитируют повреждения сосуда. И кровь рядом с этим краем должна свернуться. Она сворачивается и образует сгусток. Он на экране показан белым цветом, но вы видите, что этот сгусток слишком тонкий. По сравнению с тем, который образуется у нормального человека, это фотография на втором рисунке. Внимательно посмотрите на эту фотографию. Если вы узнали этого мальчика, то вы уже понимаете, насколько серьезными могут быть последствия заболеваний свертывания крови. Его болезнь называется гемофилия. А также ее называли царской болезнью. Потому что это было несчастье, которое выпало царской семье Романовых. У царевича Алексея был способ борьбы с гемофилией. Но он доступен не всем. У нас в свое время тоже есть способ. Более доступный – это наши исследования. И в частности математическое моделирование. Оно активно используется для исследований крови. И далее для разработки новых лекарств. А также для планирования операций. Здесь показана система сосудов, подводящих кровь к сердцу. И поток крови по ним можно рассчитать вплоть до движения отдельного эритроцита мельчайшего. Или другой случай. Представьте. У человека раковая опухоль на лице, которая даже затрагивает глаз. Случай сложный, но опытный хирург знает, что делать. В свою очередь мы можем облегчить ему работу и жизнь пациенту. Проиграв заранее сценарии операции на моделях. Возможно проиграть несколько сценариев. Возможно посмотреть даже дальнейшее восстановление. Не трогая пациента, просто выбрать лучший заранее. Я принимала участие в проектах по моделированию течения крови по венам. В проекте по исследованию системы свертывания крови. Расскажу вам о первом своем проекте. Вся работа занимала около полутора лет. Но полтора года происходили очень по-разному. Первые полгода ушло на постановку задачи и написание самой модели, ее уточнение, дальнейшая разработка. Мы решили начать с крупных толстых вен. И в частности с более интересной особенностью, когда две вены соединяются между собой и дальше кровь течет по общей вене. В таких участках вен часто образуются тромбы. Здесь на картинке тромб обозначен фиолетовым. Путем упрощений такой участок вены мы представили схематично, так как показано на экране. Тромб прикрепляется к стенкам сосуда, но при этом он довольно мягкий. И кровь, которая течет из второй вены, может деформировать границу тромба настолько сильно, что даже оторвет от него кусочек. Что с ним происходит дальше? Он плывет все дальше и дальше по сосудам, а они становятся все мельче и мельче, потому что началось все с самой толстой вене. Он плывет дальше и где-нибудь застревает. Если это будут сосуды, подводящие кровь к легким, тогда есть риск потерять часть легких. Если это будут сосуды, подходящие к сердцу, тогда будет инфаркт. Если к мозгу, тогда будет инсульт. И, соответственно, очень хочется понять, так оторвется ли же тромб. Для этого и нужны наши модели, потому что, опять же, хочется все сделать так, чтобы не трогать самого человека, не резать его, не доставать тромб наружу, для того, чтобы просто посмотреть, что с ним. Итак, за приблизительно полгода модель была разработана, и я воодушевленно быстро написала первую версию программы где-то за пару недель. Тут меня ждал сюрприз, потому что с первого раза такие модели не получаются так, как хотелось бы, и поэтому работа продолжалась дальше. Далее пришлось в течение следующего года пробовать разные методы расчетов, отлаживать программу, добавлять в нее новые функции, которые заранее сложно было учесть. И через год получилась информация о потоке крови в разных точках участка вены. Это информация о скорости, давлении, а также о других характеристиках течения. И эту информацию я объединила в видео, течение развивается во времени, на котором кровь в желтых областях течет наиболее быстро, в красных наиболее медленно, то есть около стенок она течет помедленнее. Что же дальше? Мы получили картину во времени, достаточно подробную, и дальше мы ее сравним с видеозаписью УЗИ реального участка вены в живом человеке. И сможем сравнением с нашими расчетами ответить на этот вопрос, оторвется ли тромб? Что дальше? Значит, от того, как качественно написаны и реализованы модели крови, зависит, сколько людей в этой аудитории не пострадают от сердечно-сосудистых заболеваний. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ